Базар 22 представляет В 1997 году инженером-разработчиком в Нокии Танере Арманте, финским программистом Змейки. Заходим в меню. Игры. Игра Змея. Вот так вот называется. Игра Змея. Один игрок, два игрока. Абсолютный рекорд и правила. То есть, всё по-простому. Один игрок для одного игрока. Два игрока это непосредственно через инфракрасный порт можно играть в Змейку друг с другом. Вот так вот выглядит самая первая версия Змейки. Из чего себя представляет Змейка? Змейка выглядит очень просто. Здесь там стенка, то есть, наша задача играть в Змейку, не прикасаясь к хвосту и к стенкам. Вот так вот это выглядит. Игра из 1997 года. То есть, уже историческая вещь. Уровень позволяет регулировать скорость движения Змеи путём передвижения в Ева. Ой, нет. Вверх-вниз. Поскольку здесь навигационная клавиша только вверх-вниз. Это уже понятно. После чего нажимаем ОК и настройка применена. Всё просто и понятно. Следующая версия Змейки. Змейка 2. Снейк 2. Впервые была представлена в 1999 году телефоном Nokia 7110. Однако, телефоном Nokia 3310 игра Змейка 2 стала настолько популярной, что даже все знают. Что ж, Змейка 2. Уровень, скорость движения Змеи, лабиринт, без лабиринта и Е5 лабиринтов на свой вкус. Абсолютный рекорд и правило. Новая игра. По сравнению с первой Змейки, Змейка 2 выглядит получше. Теперь это действительно Змейка, то есть на рисунке Змейка. И по умолчанию, без лабиринта, можно сквозь стенки, можно так вот приезжать и играть. То есть стало ещё удобнее, чем первая Змейка со времен Nokia 6110. Здесь Nokia 3310, здесь получше. То есть можно с комфортом играть и играть. Также есть лабиринты. Это уже впервые по сравнению с первой Змейки. Лабиринт номер 1. Уже стенка появилась. Мигает Змейка. Конец. Лабиринт номер 2. Выглядит вот так. Лабиринт номер 3. Так вот это выглядит. Лабиринт номер 4. Выглядит вот так вот. А ещё лабиринт номер 5. Своеобразная такая комнатка. Это и всё, что можно сказать по поводу Змейки 2. Однако, после того, как появился ТЕФОН Nokia 1120, это самый популярный ТЕФОН. Было продано более 200 миллионов экземпляров. Змейка 2 улучшена. То есть, по сравнению с легендарной Nokia 3310, у Nokia 1120 есть теперь возможность режимы выбирать. То есть, классический и компания. Классический это такой же вариант, как на Nokia 3310. То есть, это уже те же лабиринты, только, кстати, немного получше, поскольку экран у Nokia 1120 вырос. А режим компания, это у нас что? Это аркадный вариант Змейки 2. То есть, настолько дошло до такой степени, вместе с Nokia 1120, а не на среду, ну я. Так вот это выглядит. Десять точек и переход на следующий уровень. Вот о чём суть второй Змейки. Следующая история Змейки. Снейк EX и EX2. Снейк EX впервые была представлена в 2002 году коммуникатором Nokia 9210. Именно благодаря Снейк EX, Змейка ещё улучшенная. То есть, так же как и Снейк EX2, то есть второй версии. Снейк EX графика ещё улучшенная. Улучшенная, по-моему, до уровня Снеса, что и, но, тем не менее, Змейка как Змейка. Снейк EX2 по настройкам интереснее, чем Снейк EX, поскольку Снейк EX был по настройкам попроще. В настройках Снейк EX2 есть лабиринты, скорость движения змеи и режимы. Классика и EX-стрим, то есть тот же аркадный вариант Змейки. Инструкции. В интересном исполнении. Новая игра. В Снейк EX2 можно с легкостью управлять навигационными клавишами на кнопочных ноги. А ещё особенность в том, что клавиши 5 и центральные клавиши, как поддерживаются вашим телефоном, можно сделать так, чтобы Змея показывала свой язык для выхватывания еды непосредственно. Есть сюрпризы, то есть доходим до звёздочки, и вот так вот это всё выглядит. К примеру, вот так. Попробуем классику, что и показать. Новая игра. Соответственно, это счёт, а это, собственно говоря, таймер, когда дополнительная еда, например, ползёт в виде, например, насекомых, и в классическом режиме просто не двигается, а просто показывает еду. Так вот это всё происходит. А в режиме сюрприза, то есть если дошли до звёздочки, там показываются различные рисунки сбоку, снизу сбоку. Вот так вот это выглядит Снэйк и Экс 2. Потом пошла другая история. В 2005 году была представлена игра Снэйкс на Симбиан смартфонах и на игровой платформе Nokia N-Gage. Снэйкс – это 3D-версия игры. Живой такой образ, мультярный такой образ змейки с различными эффектами. Также в комплекте игра Снэйкс шла на Nokia N-70, N-73, N-80 и так далее, то есть на телефонах Nokia N-Series на Симбиан смартфонах. Такова жизнь была. Но, тем не менее, есть ещё и другая игра. Представленная на Nokia Series 40 и на стареньких Симбиан смартфонах – это Снэйк 3. Снэйк 3 – это улучшенная версия по сравнению со второй змейкой. Это 3D-версия, рекорды, настройки, музыка, цвет змеи, красные, зелёные, синие, нет, жёлтые всё-таки. Но, тем не менее, есть виртуальный вид, виртуальная камера классическая и 3D-вид сзади. А также есть обзор «Включить» или «Отключить». Хотя всё это зависит от телефонов с Series 40. Инструкции довольно-таки подробные, инструкции. Показываю, например, вот такой вот вариант. Это у нас аркадный вариант – это «Приключения». Так вот это всё выглядит. Также, если нажать и удерживать, получается, ускоряется змейка. Так вот это работает, змейка. А ещё есть новая игра, классический тип, другой тип. Другая – это начать игру, начать произвольно и настройка арена, еда, рост, препятствия, спецэффекты и ускорение. Как хотите, можно включить такую настройку. «Приключения» – это аркадный вариант, как я уже сказал, тут 5 уровней по 10 арен. А ещё присоединиться, то есть мульти-игра по блютусу. Так, кстати, в Snakes на платформе N-Gage тоже есть игра по блютусу, то есть на два игрока. Однако, как уже известно, на Snakes на N-Series, насколько известно в интернете, том, что мульти-игра не поставлялась. Также, по сравнению с Snakes, в 2008 году была представлена игра... Снэйк, по-моему, называется... Санс... Сансоник, по-моему, и ещё там такое. Тоже на N-Gage такая версия игра была. Ну а теперь... Доходим до простачков Ноки, поздних моделей Ноки. У меня есть 11-12, к примеру, 16-2, но я и Ноки 105 13-го года. Показываю. Это вот Ноки 11-12. По сравнению с Ноки 11-10 и 11-10i, в 11-12 там белая подсветка. Но всё же, это их первые телефоны Ноки с игрой... Снэйк Сэнзи. Это такая версия игры, по сравнению с теми же Снэйк 2 и Снэйк 1, в Снэйк Сэнзи. Тут, по-другому, графика, поскольку здесь это серия с 30. Уровень, то есть, тот же регулятор скорости движения змеи, тип игры, классический. Современный, то есть, выбор лабиринта. И компания, аркадный вариант. Инструкции и рекорды. Так вот выглядит классический режим Змейки. Эта игра, естественно, в чёрно-белом режиме, поскольку это монохромный экран. Был и цветной вариант. Покажу на Нокии 16-2 ну я. Но, тем не менее... Современный это у нас ящик. То есть, такое вот название появилось. Тоннэй. Мейница. Также рейсы. И комната. Так вот это выглядит. А компания, как я уже сказал, аркадный вариант, то есть, с индикатором, если всё чёрное станет, то есть, палочка чёрная станет, то... Переходим к следующему уровню. Пять уровней и всё. И получаем очки. За такое препятствие. Зато покажу переход Змеи. Так вот это выглядит на чёрно-белом экранчике. Что касается цветного экранчика. Игры. Настройки. Звук включён на всякий случай. Вот Змейка. Красная Змейка показывается. Классический режим. Красная Змея. Синие куглешочки. И красный большой мячик. Я раньше в детстве называл Мячик и Змейка. Но, как оказалось, это Змейка, улучшенная такая. Современный. Покажу ящик. Что это за ящик. Тут здесь действительно ящик. То есть, такой прообраз. Тоннель. 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 Мейница. Это вот так вот выглядит. Рейсы. То есть, вот так вот выглядит. А также, та же комната. Выглядит вот в таком вот стиле. А теперь, компания. Как выглядит. Зеленая такая. Зеленый индикатор. Зеленая палочка имеется в виду. Дополнительный индикатор является красным. Это удар Змейки только что произошел. Попробуем еще раз поиграть. Чтобы показать на таком цветном экране переход на другой уровень. Для исторического сведения. Вот так вот. Кстати, насчет Снейкс. Графика улучшена до базового уровня PlayStation. Насчет Снейкс. На игровых платформах Nokia N-Engage. И на Nokia N-Series. Предустановленная игра Снейкс. Вот и вся суть. Ну и напоследок. С доступным тогда телефоном. Nokia 105 13 года. Переходим в игры. Змейка. Вот сама Змеечка. Красного цвета. Тот же зеёный индикатор. На таких цветных экранах 128 на 160, 128 на 128, индикатор длиннее, чем на маленьких экранах. А маленькие экраны это, например, на Nokia 1280, 1202, 1202, ну я и так далее. То есть, вот такая вот разница. Вот такая вот история получилась с фингендарной Змейкой от Nokia. Надеюсь, вам понравилось данное видео, данный рассказ. Если что, оставайтесь с нами, когда будет новый обзор неизвестно. Но, тем не менее, всё, что рассказал, то рассказал Егендарная Змейка позади. Кстати, напоследок ещё в том, что в 2017 году игра Нокиевская Змейка была приобретена компанией GameLoft. Для создания игры Змейки для телефонов Nokia 3310 2017, естественно, на Медиатеке. И на Nokia 8110 4G на целой пока что операционной системе KaiOS. Также, оказывается, Змейка от GameLoft была выпущена для Facebook Messenger. Утраченная статья. 16 июня 2005 года. Танаги Арманта, создатель Змейки, получил специальное признание. Гражданин Танаги Арманта, создатель самой популярной в мире мобильной игры Snake, получил специальное признание от Mobile Entertainment Forum, MEF, за его ключевой урой во внедрении Snake в телефоны серии Nokia 612.0. По данным MEF, изобретательность и ведение гражданина Арманта внесли значительный вклад в рост индустрии мобильных развлечений. Гражданин Арманта получил награду на ежегодном мероприятии MEF в Лондоне вчера. Для меня большая шесть получить это признание. «Когда мы создали Snake для Nokia 6110 в 1997 году, мы хотели дать людям увлекательный опыт, но мы никогда не предполагали, что это станет классической мобильной игрой. Она показала людям, что вы можете создать отличную игру для мобильного телефона», сказал Танайе Арманта. «В частности, мы хотели воспользоваться преимуществами инфракрасного соединения в Nokia 6110, впервые в то время, которое позволило бы людям играть друг против друга». По оценкам Nokia, на рынке насчитывается около 350 миллионов мобильных телефонов со змейкой, что делает его одной из самых популярных игр в истории. Знак признания этой огромной установленной базы в январе Nokia представила новую версию игры для платформы N-Gage. 3D-версия игры Snakes доступна для бесплатного скачивания и является первой игрой N-Gage, которую люди могут бесплатно распространять через беспроводное соединение Bluetooth своего телефона, не говоря уже о поддержке игровых сессий до четырёх игроков. «Я рад видеть, что последняя версия франшизы Snakes сохранила инновационный дух, в котором мы создали оригинал», – продолжил гражданин Арманта. С 1997 года мобильные технологии эволюционировали настолько, что для Снэйка было логично развиваться. «Мини-сайт Snakes www.snakesoutbreak.com за первые несколько дней получил сотни тысяч просмотров, что является признанием того, сколько людей знают и любят франшизу», – сказал Грэг Саутер, директор Games Publishing Nokia. «Юди потратили миллионы часов на тонкую настройку своих навыков с интенсивной концентрацией. К счастью, эти усилия не пропали даром, так как теперь юди могут использовать свои навыки Снэйк для использования в N-Gage». Nokia предлагает всем членам N-Gage Arena шанс узнать больше об истории и создании Снэйк в чате с гражданином Арманта во вторник, 28 июня 2005 года с 10 до 11 часов по Тихоокеанскому времени на сайте forums.alena.engage.com. Вот такая вот история знаменитой Змейки. На этом всё. Всего хорошего. До свидания.